Сегодня не просто прекрасный день, сегодня один из самых жарких дней этой недели. И максимально непрекрасным его будут считать те, у кого дом не готов к приему жары. А таких, я думаю, абсолютное большинство. Если в каждой комнате нет по кондиционеру, находиться в любой квартире сегодня будет не очень комфортно. Нужен вентилятор и влажная тряпка, постоянно обновляемая. Вот, кстати, про такие способы, как можно пережить жару, мы поговорим прямо сейчас. Действительно, один из самых крутых, это всегда мокрая тряпка. Причем, если даже нет вентилятора, эту мокрую тряпку можно повесить на форточку. Но, внимание, в форточке, если у вас дома максимально жарко, открывать, наоборот, нельзя. Что мы делаем обычно, когда заходим в квартире душно, начинаем все открывать. Но когда у нас за окном плюс 35, как нам обещают сегодня специалисты гидрометцентра, мне вчера машина вообще 38 показывала за бортом, ну прям жарко. Не советуют специалисты открывать окна ни в коем случае. Либо проветривать до 12 часов дня, либо после 17 часов, либо еще лучше проветривать ночью. Как говорят специалисты гидрометцентра, с 4 утра и до 7 часов утра это то самое время, когда нужно встать, не полениться, открыть окна, проветрить, дальше их закрыть. Это только мы можем сделать. И больше не открывать. Ну да, зовите нас в гости, в принципе, мы можем. Есть еще рабочий рецепт, который не стоит так дорого, как стоит кондиционер. На 5 дней ближайших, и все, потом зима будет. Да, называется он фольга. Берете фольгу обычную, пищевую, рулончик, и берете либо пулевизатор, либо мокрую тряпку, намочили окно и приклеили туда фольгу. У вас не будет нагреваться окно, у вас не будет нагреваться комната вместе с этим. У вас, конечно, будет темно какое-то время, но для того, чтобы пережить жару, это тоже один из секретиков. Все делают, у кого окна выходят на солнечную сторону и в течение всего дня печет, прямо печет. Печет, конечно, но вот будем надеяться, если вы не знали про этот рецептик, вы сейчас его попробуете. Еще один совет, который дают специалисты, как пережить жару в квартире, не есть. Во-первых, для того, чтобы организму было легко, во-вторых, для того, чтобы не включать никакие бытовые приборы, потому что они тоже выделяют огромное количество тепла. Типа без куры из духовки, что ли? Куры, если вы решили пирожков на печи, 4 часа у вас работает духовка без перерыва, скорее всего, вам будет максимально жарко. Тоже специалисты рекомендуют это не делать. А еще рекомендуют поменять лампочки в доме. Если они у вас еще старого образца, те, которые нагреваются, то поменять их на современные, которые выделяют меньшее количество тепла. И помещение тоже не будет от этого перегреваться. Есть еще один совет, который дают специалисты по жаре. Это включить вытяжку, если она у вас на кухне есть. Даже если вы в этот момент ничего не готовите, обеспечить циркуляцию воздуха в квартире таким образом можно. Тоже рекомендуют. Вот я о таком совете не знала. Конечно, есть у нас рекомендация о том, чтобы проводить влажную уборку, делать это регулярно в течение жаркого дня, делать это неоднократно, прям все поверхности все протирать, для того, чтобы уровень влажности воздуха у вас в квартире тоже был немножко покомфортнее. И из советов, которые меня удивили, например, охладить простыни в морозилке. Я бы никогда не догадалась сама. Чтобы уснуть со вкусом пельмени, что ли? Ну, наверное. С запахом пельмени. Будешь спать, тебе будет сниться варенник с картошкой. Ну, это ладно, это ладно. То есть на себя ледяную холодную простынь. Конечно. Ну, да, перед тем, как ложиться спать, достаешь эту простынь. Жаркого мужчину и холодную простынь. Во-первых, помещение тоже будет охлаждаться из-за нее. Катя, это все понятно. Но вот есть места рабочие, да, в большинстве офисов, там всяких разных других компаниях есть кондиционеры. Но есть, например, ларьки, вот в которых заходишь, да, там нет кондиционера. И очень душно. Эти советы для дома. А вот для таких коммерческих учреждений чего посоветуешь? Я думаю, им те же простыни и помогут. Тоже какую-нибудь влажную тряпку на вход в этот маленький павильон. Все, весь ларьок простынями завешать, да? Нет, хотя бы вход, чтобы была преграда между горячим воздухом и тем, что у нас внутри. Кстати, для ларьков тоже есть совет. И для жителей частного сектора покрасить свой дом, стены в белый цвет, для того, чтобы меньше они нагревались. Да вы что! Да, это вот серьезно пишут специалисты. А еще знаешь, что советуют? Еще советуют спать на полу, пока жара. Ага. Чтобы было прохладнее немножко. А не советуют там открыть морозилку на какое-то время, чтобы выпустить? Этого нельзя делать, выйдет из строя бытовой прибор. Будет великий соблазн начать разбирать морозилку, размораживать, убираться. Это минус полдня. Вообще... Проще купить кондиционер. Чтобы спастись от жары, должны быть у тебя друзья из теплых солнечных регионов нашей России, например, из Кошнодарского края. Я позвонил и спросил, что, как спасаетесь? Что делаете? Да, наверное, когда ты живешь постоянно в таких климатических условиях, ты уже отчасти привыкаешь к ним. Как жители Таиланда, например, да, они же не испытывают никакого дискомфорта, они не раздеваются даже в этот момент. Это всегда какая-то плотная одежда, длинная рукава. Я не испытываю никакого дискомфорта, и я получаю удовольствие от этой жары. Мне нравится, когда ты весь мокрый. Липкий. И липкий. Попахиваешь. Потный. Вот это вот. А что? А потом все. Ну, а сейчас. Я тоже согласна с этим. Чуть-чуть и все. А если повезет, то июль будет теплым, а август это вообще прекрасно. Я всегда переживаю, когда июль жаркий. Помните, у нас один год пандемии был, апрель безумно жаркий. Это же, пожарились мы один месяц, и все. Потом остальные четыре месяца опять зеленая зима вместо лета. Да, ну не стоит забывать, что такая жара ничего хорошего не приносит пожилым людям, да, там и давление, и сердце, и все. Тут нужно уже переждать, да, что называется. Здесь нужно переждать. У меня есть свой рецептик, как комфортно переживать жару. Я, если отправляюсь гулять с ребенком, или просто это длительное пребывание на улице, у меня всегда с собой маленький какой-нибудь тюбик, либо из-под мицеллярной воды, или еще из-под чего-то. С разбрызгивателем холодную воду туда, и идешь вот так побрызгиваться. Ну, холодная вода превращается в теплую через полчаса. Хорошо, а ты через 15 минут еще раз побрызгался, ребенка обрызгал. Из Денисея, да, из Денисея, раз. Да, с поверхности кожи испаряется холодная вода, и тебе становится хорошо. Пошла гулять по Конституции, скача взяла, да, холодную воду? Такого еще не было пока, по крайней мере. Где-нибудь на озере, оттуда? Ну, действительно, я человек, лицо пульверизатора, я всегда с ним хожу везде. Серьезно? Да, у меня даже есть там побольше объем, когда надо на прогулку с ребенком, поменьше, дорожный. А если холодная погода, прохладная, не берешь же со мной? Ну, нет, не настолько, я амбассадор разбрызгивателей. Нет, действительно, в жаркую погоду, это, во-первых, хорошо помогает тебе охладиться, освежиться, во-вторых, еще и загар лучше ложится на влажную кожу. Поэтому пользуйтесь любыми советами, лишь бы вам это лето, которое пока стартует с очень жарких отметок, приносило удовольствие. Давайте, правда, не ворчать на эту жару, а то она обидится и нас с вами покинет, как это обычно и бывает. Немножечко подослаждаемся ей. Катя босоножки новые купила у нас, розовые, в честь жары пришла сегодня на голую ногу. Красота какая. Ну, потому что жара. Потому что жара. Кто еще более внимательный, чем Иван Солнцев? Ну, кто еще заметит-то, конечно. Так ради кого все, все, чтобы радовать. Самый красивый у нас, поехали.